Вечерами при лучине мать пряла. Она подолгу рассказывала сказки, пела свои любимые песни. Прялка гудела, унося меня в сказочные тюрьма лебедей-царевин. Так и засыпал под сладкую музыку маминого голоса. Пой, прялочка кленовая, не рвись льняная нить. Садку холстину новую, рубаху стану шить. Сошью рубаху белую, малютку наряжу. Куплю я ленту целую и стан твой повяжу. Дремли, сыночек маленький, пока печали спят. Пока румянцам аленьким уста твои горят. Поэт Дмитрий Иванович Морской, настоящая фамилия Малышев, родился 20 октября 1897 года в селе Сапошкине, Бугурусланского уезда Самарской губернии. Теперь это Бугурусланский район Оренбургской области. Под моим руководством этот парень из Сапошкина впитал в себя благозвучную рифму Пушкина и Некрасова. За рекой дорога пролегла, над колхозом голуби летели, конь скакал, кусая у дела, пастухи играли, насверели. Это современник Сергея Есенина, Максима Горького, Майковского, Пастернака. Он с ним общался, переписывался, дружил, особенно дружил он с Сергеем Есениным. Очень одаренный был человек. В Первую мировую войну он воевал в составе русской армии. Он видел, как бушует море. Глядя на море штормящее, он решил взять себе литературный псевдоним морской. Например, в Гражданскую войну, он сам пишет, я пришел с одной войны, а попал в другую войну. Меня мобилизовали, дали в руки винтовку вперед. За советскую волосу он воевал, писал коротенькие сцены, подразделения ставили спектакли на его произведениях. Одним словом, он занимал солдат своим творчеством. Стихи он читал. В 1921 году в Буруслане был издан его первый сборник «Яровой Клин». Дальше он едет в Москву, в литературный институт Брюсова, знакомится с известными советскими уже поэтами, вот с Сергеем Есениным, с Маяковским. Он часто бывал с Сергеем Есениным в литературных клубах. Вечерами они встречались. Сергей Есенин его представлял другим поэтом, как личного друга. В архивах нашли переписку с Алексеем Максимовичем Гориками. Предупреждаю, я плохой ценитель стихов, поэтому вы должны отнестись к моей оценке осторожно. Мне кажется, что стихом, техникой стиха, вы владеете очень свободно. Это говорит о том, что дарование у вас бесспорно есть. А за техническими недостатками, которые так легко устранить, лежит ваша грусть. О чем грустить вам, человеку, испытавшему уже в начале жизни так много? Все испытанное вами должно бы явиться богатством вашим и гордостью вашей. Все это – материал для вас, поэта. Вам есть чем гордиться. Это я вижу. Но я не вижу, о чем грустить. Крепко жму руку Алексей Пешков. «Глубоко взволновали меня ваша внимательность, дорогой Алексей Максимович. Сознаюсь, не ожидал. Подробный разбор моих стихов вами радостно и благодарно восхищает меня. Эти стихи – мой первый шаг в литературу. Издавать их не хотел, но обстоятельства заставили начать именно с них, без обидных виршей. Позвольте выразить вам глубокую благодарность, милый Алексей Максимович. Я вашими письмами живу. Шлю вам привет. Дмитрий Морской». Произведения Дмитрия Морского печатались в журналах «Челнок», «Пролетарий связи», «Земля советская», в газетах «Известия», «Красная звезда» и в других центральных, а также местных изданиях. С интересом восприняли его поэмы «Дочь дровосека» Ульяна Сосновская «Новози». Каким-то образом в 1935 году он попадает в поле зрения органов НКВД. Его обвиняют в антисоветской агитации, 58-ю статью инкриминируют ему и направляют в места лишения свободы. Он строит Байкало-Мужскую магистраль. Пишет сборник стихов, называется «Розовое утро». И что интересно, этот сборник стихов издает лагерные администрации, издательство НКВД. Освободили его условно-засрочно. Оказывается, в Самаре начал сотрудничать с местной литературной организацией с Союзом писателей. Наступает 1937 год, и весь Союз писателей Куйбышевской области арестовывает, и в том числе его тоже. И он пишет жалобу к военным прокурорам. Пишет, что его били и требовали, чтобы он подписывал протокол допроса. Действительно подписал. Он там и пишет, да, я был в таком состоянии, что я не мог не подписать, иначе бы они меня убили. «Живу в подвальном каземате, с тяжелой дверью в косяке, и холод в сжатом колпаке, как в юго, волосы косматит. Большими вспышками мороз пылает пламенем на окнах, и снежным хом порог оброс. Углы в серебряных волокнах». Дмитрий Морской пережил еще два ареста – предательство односельчан, ранение, контузию. И из мест заключения он добился отправки на фронт. Но даже тяжело раненого его не оставляют в покое. В апреле 1954 года, отбыв четвертый срок наказания, Дмитрий Иванович приехал домой. «Я увидела перед собой высокого, худого, лысоватого, с голубыми глазами, красивого человека, одетого в лагерную робу, фуфайку, грубые ботинки, опирающегося на костыль. Выглядел он старше своего возраста. Помню, мама рыдала, когда встретила его». «Я дважды парализованный, то есть передвигаюсь с места на место при помощи двух палок. Ноги не ходят и руки не пишут. Пошел бы просить Христа ради, но не в состоянии. Поэтическое творчество могло бы явиться источником жизни. Если вы не поможете в издании моих произведений или в получении пенсии по инвалидности, тогда я погиб. А умирать все еще не хочется». Товарищ генеральный прокурор СССР, к вам обращаются 97-летний колхозник колхоза имени Жданова Бугурусланского района Оренбургской области Малышев Иван Никитович и Малышева Ольга Тихоновна со следующей просьбой. «Мы хотим знать, на закате жизни реабилитирован или нет наш сын» поэт Дмитрий Иванович Морской Малышев. Он умер в феврале 1956 года. В августе 1960 года в военный трибунал Белорусского военного округа поступило письмо. Почерк был детский. «Справку о реабилитации морского Малышева Дмитрия Ивановича получили». «Благодарим вас за хлопоты. Мне, Малышеву Ивану Никитовичу, 102 года, а жене 89 лет. Экономически живем, очень бедно. Может быть, отдадут двухмесячный оклад нашего сына до его ареста. И мы приобретем на это кусок хлеба». За Малышева Ивана Никитовича пишет внук Дмитрий Малышев. «Мне кажется, какая-то у него железная воля, непокорная воля. Он очень сильный духом человек». По сценарию Дмитрия Морского был снят фильм «Из тьмы веков». Говорят, что он был и режиссером фильма, и снимался в главной роли. Субтитры создавал DimaTorzok